Производители молока собираются на конференцию ежегодно с 1999 года. Потом был пятилетний перерыв, и вот сегодня снова в одном зале. Ученые, производители молочной промышленности, делегаты из всех ветвей власти. Запланированы выступления отраслевых союзов и ассоциаций, практических специалистов, выставки, доклады и мастер-классы. Поддержали конференцию власти региона. Благодаря этому она включена в перечень программных мероприятий Минсельхоза России. Сегодня Кубань – это флагман по производству молока. Сегодня мы производим порядка 1,4 миллиона тонн молока. Наших производственных масс-частей хватает на переработку ежегодную порядка 2 миллионов тонн. Сегодня губернатор ставит перед нами задачу. Мы должны максимально загружить наши перерабатывающие мощности и максимально увеличить валовое производство молока. Сегодня перерабатывающие предприятия Кубани загружены всего на 48%. Цифры должны вырасти, в том числе благодаря выделенным средствам на поддержку животноводства в регионе. Это почти полтора миллиарда рублей. Никогда еще молочная промышленность России не сталкивалась с таким количеством вызовов, как сегодня, отметили на конференции. Здесь и усиление требований государства в части экологической и пищевой безопасности, и ожидание потребителей, и изменение принципов и подходов к производству, и сотрудничество со странами единого таможенного пространства. Санкции, введенные в 2014 году, они дали толчок к внутреннему развитию как молочного животноводства, к увеличению производства молока, так и к производителям, переработчикам молока. Достаточно высокие темпы развития, особенно сыроделия. Очень интересные проекты развиваются в различных регионах Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае. Отрадно отметили на конференции, что местная продукция занимает все больше места на прилавках магазинов, да и сами потребители стали больше доверять отечественным товарам. Добавлю, что в программу конференции включен и дегустиционный смотр-конкурс.